Мой лозунг никогда не отступай назад. Я очень хочу выйти замуж и надеюсь, вы мне в этом поможете. А со мной моя сестрёнка Изабелла и лучшая подруга Евгения. Ольга, 25 лет. После рождения ребёнка любовницы её мужа стали звонить гораздо чаще, чем сам муж. Когда терпение иссякло, подала на развод. Ольга – директор туристического агентства. Гордится тем, что родила дочь, купила машину и квартиру в элитном доме. Мечтает построить загородный коттедж. Предупреждает, что не будет отпускать мужа на мальчишнике. Ольга настороженно относится к слишком худым мужчинам низкого роста. Никогда не придёт на свидание к поклоннику, от которого пахнет перегаром и сразу вычислит альфонца. Выйдет замуж за надёжного брюнета с экономическим образованием, который умеет решать проблемы путём диалога. Вы смотрите, вы вышли замуж. Да. Я была очень счастлива, когда сделал мне мой бывший супруг предложение. Я хотела детей, я была к этому готова. У вас родился ребёнок? Да, у меня родился ребёнок, но во время уже беременности начались его, мягко говоря, загулы. У вас как минимум историю общая? А он вам как объяснял, где был? Ну, что здесь такого? А я у мамы ночевал. Ну, я же в бане, я же у бабушки в бане. Ну, вы же звонили маме? Звонила, не брал трубку. А договориться, сказать, что вот это было первый и последний раз. Если ещё раз так, то там и пришли на носу. А животно на носу в это время? Вы рожаете ребёнка. И уже начались не только его загулы, но ещё и звонки. Ну, звонки, да, девушек. На домашний телефон? Нет, на мобильный телефон, в социальных сетях писали сообщения. То есть, бывшие его девушки, которые были до меня. То есть, видать, такая у них была жажда. Ну, были, были, да, зависть. Он с ними продолжал общение. Ну, как общение с бывшими? Вот одна девушка, у неё тоже есть муж, ребёнок. То есть, она знает про моё существование. Но он также продолжается встречаться. Ну, может быть, там всё было невидно, безобидно. Может быть, они не были ребёнок. Невидно, безобидно, переспали. Он вам об этом сказал? Я читала эсэмэски, мне многие говорили. Нет, ну, она, наверное, в жизни тоже опыт получила такой. Серьёзно давали. Послушайте, женщины бывают глупыми, злыми, коварными. Вы же знаете всё о женщинах. Поэтому там, может быть, и не было того, что они фантазировали и вас раздражали. А вы велись на это, потому что как только женщина говорит, да мне всё равно, хочешь, забирай. Всё, ты мне интересна. А когда ты реагируешь, злишься, отвечаешь, берёшь трубку, это их раззадуривает? Ну, да. Лариса, ну а то, что он исчезал ночами? Ведь были бы и прямые факты, и прямые доказательства. Были. Но ты делаешь ставку. Либо семья, и умная мама говорит, подожди, Оль, перебесится, поверь мне моему опыту, всё будет хорошо. А не будет, мы сами с папой поможем тебе от него уйти. Было такое. Первое время, да, мама пыталась как-то его оправдать, заступиться, пыталась сохранить нашу семью. Но это бесполезно. Понимаете? Когда он первый раз на вас руку поднял? Ну, это было уже после развода. После развода? Вот когда он вас буквально убивал. Подождите, а она уже в разводе? Да. Да нет, она пришла без развода. Муж смотрит сейчас, чтобы ревновать. Вы потеряли сознание, он думал, что уже с вами всё закончено, он позвонил своему брату и сказал, типа, она готова. Я не боюсь, что ему говорит, я не могу. А почему? А вы не боитесь, повторяйте, я не боюсь, просто он отец моего ребёнка, я всё равно его уважаю. За что? Я только за это, за то, что он отец моего ребёнка, как бы... Послушайте, я сама была в такой ситуации. И более того, знаешь, про что думала? Хорошо, чтобы в кроссовках был, а ботинки не одел, убил бы. Понимаешь? Вот мы дурта набитые. Нет, не мы, не надо обобщать. А из-за чего поднял это, непонятно? После развода, буквально через два дня, за то, что я с ним развелась. Вот тебе за то, что развелась. Он же думал, что будет Ольга терпеть. Да, это была первая причина. Он же думал, что она будет терпеть, бедная девочка, с ребёнком, куда деться. А как это так, она посмела взять, ему сказать, нет, я не буду с тобой жить, я достойна счастья. А вторая причина? Надо за это наказать. Вторая причина, ну, то, что я оставила фамилию своему ребёнку мою. Мы с детём, и он за это меня не навидит. Он меня как бы за это вот прям до сих пор, я знаю точно. Мне кажется, что... Там не только фамилия ребёнка. Может быть, у него была какая-то фамилия? Я считаю, что он не заслужил, чтобы ребёнок носил его фамилию по отношению к вам. Моя жена, он всем своим существованием, поведением в вашей семье показывал, что вас не уважает, вытирал об вас ноги. Несмотря на всё это, вы просили его, и через 4 месяца у вас возобновились отношения? Если может прощать, значит, подходит мне, простит. Вот мне бы те мозги, что сейчас, и тут опыт на тот момент. А сколько вам было лет? 21. Оля, а мама рядом, а сестра, а тёти, они заокрёздные. Все меня отговаривали. Мне мама сразу же так сказала, он тебя просто в следующий раз убьёт. Мы тебя не хотим потерять. Скажите, пожалуйста, а у вас есть мужчины в семье? Мужчины в семье есть? Конечно, есть. Почему они ему, не знаю, не обломали ноги, руки не сломали? Ну, хотя бы, ладно уж, не ломай, так посадись. Достаточно одного мужского разговора даже. Да какой мужской разговор? А почему бы не пойти в полицию, не написать заявление, пусть по закону всё будет? Это второй вопрос. Папа, как узнал, он очень был озверён, он же меня за руку взял, отвёл. Я написала заявление. Я просто хочу обратиться ко всем молодым женщинам. Вы знаете, как правило, насильники, они просто ублюдочные трусы, они боятся. Поэтому, когда ты на них цыкнешь, они превращаются в маленьких таких уродливых гномиков, которых можно растоптать. Я думаю, это опыт. 25 лет, хорошо, что вы говорите, теперь бы мои мозги. То есть вы больше этого не повторите? Нет, ни в коем случае, я уверена. Вы сейчас с ним в каких отношениях? По звонку редко, ну как достаточно звонит. Платит через суд. То есть он не отказывался, но я, чтобы меньше с ним видеться, общаться, я подала. Да, да, видеться, он его забирает, мама видит его, свекровь моя бывшая, и он, она, ну они общаются. Сколько лет прошло после развода? Три года. Три года, но вы же наверняка встречались с другими мужчинами, у вас была возможность сравнивать? Ну, один мужчина был, да, были хорошие отношения, но он был младше меня, как бы мы прообщались полгода, и я поняла, что он не готов к семейным отношениям, то, что нужно мне, и как-то мы сошли на нет, остались просто друзьями. А материальный достаток мужчины важен для вас? Ну, для меня очень важно, чтобы он зарабатывал не меньше меня. 50 тысяч достаточно будет? Ну, для Волжского это как минимум. По Волгоградским местам. Ты там будешь олигархом. А вы живете в Москве или у себя? Я там живу у себя. То есть вы приехали в Москву на программу? Ну, да. И после программы вы возвратитесь к себе? Посмотрим, пока так, да. Ну, иногородние, значит, чё ж тут такие эти прямо накручивают. То есть если это будет взаимосимпатия такая неимоверная, если какие-то, какая-то искраб между нами. Девочка, подожди минуточку, значит, у нас там квартира, дом даже, да? Нет, у меня квартира в элитном доме. Мы директор турагентства, у нас родители обеспечены, дочка ходит, там находится. Значит, у москвича как минимум должно быть в два раза больше, чем у вас. Да. Ну, чтобы сюда-то переезжать. Конечно, чтобы мне, да. Ну, значит, материальный достаток нам важен. Ну, как бы он немаловажен. Будем поднимать её бизнес. То есть она знает, что мы имеем в основании. Либо она тебе поможет, если надо будет. Олечка, смотрите, теперь вы не одна. Вы отвечаете не только за себя, но и за свой ребёнок. Кто? А с мальчиком девочка? Девочка, дочка. Сколько ей? Дарья. В ноябре будет 4 года. 4 года. То есть вы понимаете, что вы не каждого мужчину можете в семью. На что будете обращать внимание в первую очередь? В первую очередь, конечно же, на отношение к моему ребёнку. Тебя будет ещё завоевать уважение ребёнка. Как вы узнаете? Я это почувствую. Не почувствую. Нет, за мной ухаживал, когда была мама-одиночка, один мужчина из Америки. Вот он приезжал, шоколадку моему ребёнку не привёз. Вот этот визит его был первый и последний. В мою квартиру. Это само собой разумеется. А что, у нас очень много мужчин, которые прямо такие чадолюбцы, что ли? Не много, но выбирать будем среди. Чадолюбцы. Нет, мы просто так живём, понимаешь. Мы на кассу, и детей не любим. Это как отец четырёх, как говорится. Я подозреваю. А вот у меня такой тогда вопрос. Что будет позволено вашему будущему мужу относительно воспитательного процесса? Всё, что касается воспитания как отец, дочку. Проявить грубость в каком-то моменте. Проявить грубость в каком-то моменте позволяет, извините себе. Руку прикладываться не позволю никогда. Не, ну детей бить нельзя. Ну это прям прошлый век, конечно, бить детей. Что это такое? Конечно. А если так, а если, допустим, то, что предпримет ваш будущий муж, вам не понравится, вы будете встревать в эту ситуацию и говорить, нет, дорогой, мою дочку вот так надо воспитывать? Я с ней не буду. Я ему это скажу наедине. Теоретически всё правильно, говорит Ольга. Нельзя детям, потому что они очень хитрые, быстро соображают, они поймут, что этот дядя плохой, мама заступается, и они просто будут манипулировать. Нельзя. Но действительно, когда ты останешься один на один, нужно сделать замечание. Давайте будем сегодня рассматривать мужчину доброго, хорошо, чтобы у него были уже дети от предыдущих историй. Да? Да. Или жен. И потому, как он будет к вам любопытен, либо равнодушен, уже будем составлять какое-то мнение, нужен он вам или нет. Если девчонка здесь, значит, это последний её шанс. Ну, она вот понимает всё, она вот. А если я здесь, это тоже мой последний шанс? Роза. Ну, вот мне всегда трудно с такими невестами, которые с детьми приходят. А в чём трудность, их непоследовательность. Спрашиваю про деньги, ничего не надо, только бы любовь, только бы... Я такого не говорила. Значит, деньги ищем? Нет. Просто это можно по-разному излагать. Можно искать много денег, кто-то только за деньгами. Хорошо, школьный учитель нам подходит. Ладно, давайте. Нет, не подходит. Бизнесмен. Подходит. Ну всё, что тогда рассуждать? Василиса. Женщины вашего типа, а это соединение скорпиона и весов вместе. Несколько планет у вас на границе этих знаков. Попадают в неприятные истории в личной жизни очень часто именно потому, что они замалчивают очень многое. Лучше сохранить лицо, чтобы никто не узнал, чтобы всё было замечательно. Учитесь договариваться сразу. Претензии, ну, не в первый момент. Научитесь с мужчиной обсуждать сразу и научитесь говорить слово «нет». Не нужно быть для всех хорошим. Спасибо. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание «нет». Вы смотрите «Давай поженийся» у нас в студии Ольга. Идите, знакомьтесь с первым жерехом и дальше. Лисо от фуры прикатите. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Представьте своих друзей. Андрей Владимирович. Давайте сейчас посмотрим, узнаем вас получше. Александр, 33 года. Генеральный директор компании по продаже и производству спецоборудования. Преподает историю и право в школе. Патронирует детский дом. Мечтает открыть частное образовательное учреждение. Гордится тем, что похудел на 10 килограмм. Александр бросил гражданскую жену ради другой женщины, но застав её с любовником, понял, что погорячился. Надеется, что в отношениях с Ольгой не будет места изменам. У нас тоже был учитель, который преподавал и историю. У меня был большой перерыв. Я 10 лет в бизнесе был. Вот, с 2002 года я не работал в школе учителем. Дайте лучше про женщин. Что вам с ними так не везёт? Да, это ближе. Я, наверное, я очень доверчивый, открываю свою душу. Вот, бедолага, другого слова не скажу. Но будем считать, что 33 года переломный момент. И мы сегодня, когда вам откроем глаза на нашу сестру. Расскажите. Вы женились на женщине. На 10 лет она у вас была старше. У нас был гражданский брак. У них детей, а гражданский, ну не важно. Да, ну я, в общем-то, к этому не отношусь. Так, брак здесь в душе, как бы, у тебя. Да, и вы воспитывали её детей. Да, как бы, вот, Никитос. Алёна уже была взрослой девочкой, ну как, сука, ей 13 лет было. То есть у него ещё теоретический опыт воспитания детей уже есть. Смотри, она уже весёлая, но ей не интересен. Своих детей почему не завели? Ну, вот, как бы, я хотел завести детей. А она обещала, подожди, ещё там, Санёк, ещё всё впереди. Да, да. В 40 лет. Да, как бы, мне было 26, я был 36, как бы, она мне дала для разгона 4 года. Она дала ему для разгона 4 года, это как? Как бы, сказал, вот, для меня есть критический год. А время шло, вы её деток воспитывали, да? Да, был бизнес, большой был бизнес, он рухнул, у меня стало, как бы, колбасить, так, странные стороны, то есть, нестабильность и так далее. Потом я просто понял, что, как бы, отношения в тупик заходят. Что годы уходят, она вам голову морочит, ничего она вам рожать не будет. Не то, что, как бы, не морочит, она чистый человек, я благодарен ей, да, за многое, там, как бы, она много меня научила. Просто... Слушайте, вот, наконец, озвучьте. Да. Чему может научить взрослая женщина молодого пацана? Ой, я думаю, я думаю, мы не знаем, а то мы не знаем. Научила одну вещь, которая, в принципе, я считаю, что это просто кредо. Меньше слов, больше дела. Он нормальный мужик, да? То есть, плохо свои предуслеждения не говорит. Когда двое детей, как бы, да, и я на себя взял ответственность, как бы, в чужом городе, снял там, в центре практически квартиру, там, ну, не в центре, там, да. Ну, это любовь, я вам хочу сказать. Понимаете, вытащил из одной семьи, ее, как бы, перевез к себе, там, ну, то есть... Это любовь, дорогой мой. Нет. Ну, так и прекрасно все, и вы прожили, но поскольку видели, что это в никуда, а хотелось уже своих деток и понимали, что это все ее слова, вы влюбились в другую женщину, она была моложе. Ну, скажем, я не видел, как сказать, того финала, да, будущего, вот, и посещался такой человек, как бы, да, пусть какое-то кратковременное общение с человеком, Дало мне надежду, да, на то, что у меня будут с ней отношения, дети, как бы, я познакомился с мамой, там, уже и на дачу ее возил, и с ее мамой уже общался. А вот когда вы знакомились с ее мамой, возили на дачу, ваша гражданская была в курсе, что у вас есть другая жизнь? Или вы, честно, или вы ее пока не ставили? Честно, нет, я пока не ставил в известность, потому что... То есть вы потихонечку из семьи, вот от этой взрослой женщины, которая вас много научила, которому вы были благодарны, уходили, знакомились с мамой, я вас абсолютно не осуждаю. Миша, ты на такое пошел? Александр, ну когда вы от девушки, от молодой приходили усталой и довольной, вас гражданская жена ни в чем не подозревала, не пытала? Мы не общались. Или ей было все равно? На тот период мы с ней не общались ровно месяц, то есть я не приезжал, не появлялся вообще. А как вы объясняли, где вы? В командировке, работа, проблемы там... Как узнали, что вам эта молодая девушка изменила? Вы ее застукали? Да, она в ночном клубе сидела, я в таком челауте, темное место зашел, там, в таких трилысых головы сидят, и какие-то две темные фигуры под столом зашел, так смотрю... А под столом они что делали? Под столом они с подругой прятались от меня. И вы ее не вытащили из... Вытащил, мы вышли, пообщались на улице. И что она вам сказала? Лысые головы, ничего не сказали. И вышел-ка на улицу, просто стал с ней разговаривать, говорю, как же так, вот это, пятое, десятое, вот было все. Она говорит, ну я вот такая вот. Ну, в общем, у меня машинальная рука в пощечину вылетела, как бы, вот и все. Ну, я первый раз в жизни, как бы, дал женщине пощечину. Она устояла на ногах-то? Она не устояла на ногах, к сожалению, потому что была пьяна, вот, она упалась, я ее подхватил. К чему было решение больше не встречаться, не общаться? Я резко все отдал ключи, все, резко ушел. И вернулись к своей гражданской. Когда я вернулся, мы просто с ней взяли бутылку водки, бутылку паника, и дома просидели, наверное, суток-двое. Я все рассказал, как бы, поплакали, были слезы. Гарбун отвердженный, да-да-да-да, поплакали. Петь не умею, но так люблю. Сколько прошло времени с тех пор? Наверное, года два, наверное, прошло. Вот, Александр, мне такой вещь интересный. А прожили сколько? Ну, пять лет. Вот что происходит с этими отношениями, когда вы в течение пяти лет, а для детей это огромный срок, воспитывали не своих детей? Какие у вас с ними отношения сейчас? Нет, я поддерживаю, созваниваюсь. Я даже для младшего сына, у меня, как бы, есть возможность устраивать всевозможные мероприятия, интересные для детей. Как бы, я младшего сына, по-моему, в цирку провожу. С этим вопрос к Ольге. Если у вас все слушается с Александром, вы не будете против, если будет Александр, встречаться, звонить, общаться с бывшей женщиной, гражданской женой? Ведь детям и по крови никто. Я просто сама мать, я это все прекрасно понимаю. Как можно ему запретить, если они тянутся к нему, детские сердечки, почему бы и нет? А вот насчет гражданской жены, да. А вот у меня другой вопрос. Ну, извините, самая мужественная профессия, учитель, оплачивается очень мало. А мы хотим обеспечить. Роза, у тебя не свежие данные. Как не свежие? Ну, вот так вот. Я хочу тебе сказать, что зарплата учителей сейчас в Москве, например, достаточно высокая. И что, больше 100 тысяч, такое сказать? Нет, не больше 100 тысяч, но 60 тысяч рублей. Ну, а нам это не подходит. 60 тысяч не подходит? Нормально. Может, вы вернетесь в бизнес-то? Нет, понимаете, у меня есть фирма, как бы, да, в общем-то, честно говоря, туда просто нужен, ну, как бы, человек, который бы занимался вот так вот, как бы, в силу того, что у нас сейчас век такой эмансипации, да, как бы. То есть вы жене готовы это? Я готов отдать, как бы. А сами будете учительствовать? Нет, нет, нет. Я готов направить. У меня есть направление определенное, которое можно развивать. Можно я вам скажу? Да. Вы занимаетесь таким благородным делом. Как сегодня не хватает ориентиров в виде мужчины? Сколько детей без отцов? И им нужен мужик настоящий, как вы. Вот такое. Потому что я вижу, для меня люди практически прозрачные. Он еще детским домам тоже помогает. Вам это зачтется. Александр, мой вам респект. Покажите сюрприз. Не было места и не было времени. Может, ушло, а может, потеряно. Прожиты дни, минуты, мгновения. Их не вернуть. Такое вот мнение. Ты пробежал по лесу и бритвы. Не удержал позицию в битве. Ты умолял. Она лишь смеялась. Ты догонял. Она ускорялась. На-на-на-най. Ла-на-на-най. Ла-на-на-най. Ты себе недооцениваешь. Ты лучше поешь. А вот для вас, девчонки, можно маленькой импровизацией? Пусть это там не в дубле, как бы вот. Да? Я пришел, ты дай нема. Питманула, питвела. У-у-у-у-у. Давай поженимся. Я пришел, ты дай нема. Питманула, питвела. О-у-у-у, вау. Давай поженимся. Это просто буквально вчера. Спасибо, спасибо, Саш. А у вас вот такой клевый друг. Супер-супер. Проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Я даже слава не забыл. Спотел. Попей водички. Близ. Хороший парень, хороший. А вы что скажете? Парень неплохой. Добрый. Особенно мне понравился. Неплохой, уничижительный. Нет, он неплохой. Ну, нормальный человек. Не, ну что, душевно спел. Во-первых. Во-вторых, энергетически видно, что как бы легкий человек, на самом деле позитивный. Девочки, неплохая ваша подружка. Неплохая. Вы неплохая. А он классный. Он супер-мужчина. Вы что, не видите? Клевый. У которого абсолютно мужская позиция, что огромная редкость. Вы мимо глаз, мимо ушей, что ли, у вас все это проходит? Сашенька живет по принципу, чтобы жить счастливо, совершенно не означает жить богато. Богатство наживем. Да, молодец, молодец. А вы живете по принципу, да, с милым рай в шалаше, если милый аташе. Ну, вообще на разных планетах, понимаете? Где его удовольствие и где ваш... У меня одной секунды не было ощущения, что Александр бедный парень. Он абсолютно счастливый, довольный. Видно, что живет по средствам. Абсолютно не бедный. Василий, тельцы, а он классический телец, действительно двойной, как говорят астрологи. Умеют становиться профессионалами абсолютно в любом деле. У них золотые руки. За что человек бы не брался, у него способно получиться абсолютно все. Поэтому я уверена, что если он взялся за учительствование, значит, это будет неплохо оплачиваться. Поверь мне, не останется никогда он, Роза, без гроша и без куска хлеба совсем. Более того, он, конечно, удивительно располагающий к себе, но вспыльчивый, влюбчивый. И настоящие чувства его воспламеняют очень сильно. Вы, конечно, сможете с ним остаться, только если вы захватите его внимание целиком и полностью. Иван, сейчас же однолюб. Так что беритесь за эту задачу, только если будете готовы зажигать. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Ольга. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Здравствуйте. С кем вы? Это мои друзья Антон, Катя. С Антоном я дружусь второго класса. С Катей мы играем вместе. Где вы играете вместе? В онлайн-игры. Я игрок, и это хорошо. А у друга тоже, смотри, глаза красные, только из-за компьютера вылез. А профессия у вас есть какая-нибудь? Конечно. Давай с нас посмотрим, попугаете. Михаил, 30 лет. Менеджер в кинокомпании. Коллекционирует человеческие типажи, мечтает снять российскую комедию и купить три квартиры в центре Москвы. Гордится тем, что бросил курить. Признается, что часто разбрасывает по квартире вещи. Предупреждает, что играет в компьютерные игры. Гражданская жена Михаила неадекватно реагировала на его мелкие недостатки. После того, как она попыталась выбросить его компьютер, принял решение расстаться. Надеется, что Ольга будет принимать его таким, какой он есть. А как вы коллекционируете эти самые типажи? И как это вам может пригодиться в вашей профессии? Просто интересно, когда сидишь в ресторане, либо еще где-либо в метро, едешь куда-нибудь. И такие бывают иногда люди интересные, что прямо не хочется за ними понаблюдать. А эти люди-то как на вас реагируют, когда вы на них пялитесь, сидите? Ну, я что, прямо так пялюсь по вашему? Нет, конечно, я так. И вот вы сидите с женщиной, со своей любимой. Сижу. А тут напротив вас интересный персонаж. Женского пола обязательно. Почему женского пола? Нет, иногда это бывает. Ну, нет. Можно же, это может быть персонаж, например, влюбленная пара. За ним приятно наблюдать. В нем ничего нет, он неинтересный, пустой человек. А хочется, чтобы вы на нас смотрели. Да я на вас и смотрю сейчас. Нет, я имею в виду, я была вашей женой. Спасибо. А если бы вы были моей женой? Ну, хорошо, либо персонаж, либо игры. Я знаю, что это такое. А что делать женщине, которая рядом с вами? Можно со мной поиграть. Не просто так же она, а она не хочет, ей это скучно, интересно, бессмысленно. Почему? Ей-то что делать? Почему это бессмысленно? Вы играли во что-нибудь? Оля, ты играла во что-нибудь? Скажи мне, пожалуйста. Ну, это правда бессмысленно, потому что это не создает никакого-то, ну, нематериального продукта, но и вряд ли это родит удовольствие. Оля уже представила, что проиграна ее квартира, ее турагентство. Можно я скажу по поводу всех геймеров, можно заступлюсь за них. Я прихожу домой после работы, у меня был тяжелый рабочий день, представляете, что это такое. Я вот прихожу, и чтобы сейчас вот на свою возлюбленную мне весь этот груз не вываливать, я сажусь, полчаса играю, час, и потом опять борщичочек я на кухонку поел дальше там. Милый, а играешь так вот, что-то не расслышала я-то это, на деньги что ли? Нет, почему деньги? Ну, вы же агрессивно себя ведете. Пару мышек уже сломал, когда какие-то у вас там... Ну, я же не рем рассломал свое возлюбленное, а пару мышек, правильно? А может быть, вот эту энергию на свою любимую потратишь? Там энергия остается и на любимую, и дальше. А что, заняться, что любимой нечем? Правда, пока Миша занимается своим хобби? К примеру, мы поругались, но бывает же, все пары ругаются. И чтобы в себе копить какие-то негативные эмоции по отношению к девушке... Сломал мышку. Я пошел... Копить какие-то стоят. Убил пару монстров, и все нормально, а дальше живу, общаюсь, и все пошло... А как много вы можете прожить без игры? Вот это сейчас скажет все. Вы думаете, что человек, который играет, это больной человек? Нет. Он, если рядом со мной красивая жена... Меня сын играет, что ты мне, сынок, рассказываешь? Скажите, а что вас с вашей женой объединяло? Что? Знаете, мне кажется, самое клевое, когда объединяет человека, это вот совместное дурачество. Просто поржать вместе, посмеяться на вашем языке. В 30 лет поржать? А что, вы не смеетесь? Нет, ой, да обхохочешься у меня, кажется. Ну, скажем так, это вряд ли основное в супружеской жизни. Это здорово. Какая-то здорово. Конечно. То есть вас это объединяло? Конечно. Смех, он был, но он потом куда-то исчез. Вот смущает меня одна графа, потому что у нас есть определенное требование. Националист? Я имею в виду... Да нет, вот в графе приданной вы показали 60 поездок на метро. А сколько, кстати, 60 поездок? Сколько сейчас поездок на метро? 1480 рублей. И он помнит до рубля, сколько он потратит на поездки? Понимаете, в чем дело? Я езжу на метро, это не значит, что человек... Какой, милая, ты пришел к невесте, у нее больше 100 тысяч надо зарабатывать, а у тебя 1400-1800. Секундочку, это я трачу на поездки столько. Деньги-то есть? Да. А зарплата у нас какая? Хорошая. Куда невесту приведем? Жену в квартиру? Ну... Я просто знаю, что у тебя их две. Да. В одной мама живет? В другой бабушка. А в другой бабушка. А ты где живешь? Я снимаю квартиру. И что хотите от жизни, от жены? Ну, от жены... Как скоро хотите, детевочки, какие у вас планы на жизнь? Планов много. Самое главное, чтобы два человека с живущей вместе помогали друг другу, и жена, она должна... Помогать. Знаете, как вот зеркало. Вот ты решил чем-то заняться? Да? Она такая, ну, начала в группу повторять, либо помочь тебе этим заняться. Но когда ты решил это бросить, она подумает, стоит ли тебе это бросать или нет. Ну, она должна удержать какой-то момент определенный. Помочь, мотивировать. А можно вы будете заниматься в свободное время своими приятными делами, а ей будет позволительно не заниматься тем, что вам приятно. Почему нет? А то, что приятно ей. И наоборот должен. Если она, например, тоже что-то хочет делать, там, пойти... Пишка попить с мужиками. Слушай. В гараж. Любишь? В гараж. Почему нет? Нет. В гараж? Жена. Конечно. Всю жизнь мечтала такой. А вот подарки, вот как у вас с подарками? Подарки это стоящая вообще вещь. Я не буду говорить это банально, что лучше дарить. А вы что, с пустыми пришли руками? Нет. Нет, у меня есть подарок, я бы позже его подарю. Нет, а можно сейчас? Можно? Можно и посмотреть. Подожди, дай его узнать, сколько стоит. Пять тысяч долларов. А сейчас, скорее всего, здесь какие-нибудь интересные вот сюрпризы. Ну и что у вас там показываете? Ну вот, это персонаж, он тигр. Это какой-то игровой персонаж. И что с ним делать? Это... Она заведет себе персонаж в нашей игре. И попробует поиграть, чтобы тебя хорошо мотивировать. Посмотришь, как мы там живем, как общаемся. Подожди, передайте, я посмотрю. Вот. Это... Друг виртуальный. А вы его что, сами забрели, что ли? Нет, я его купил. На 1480 рублей. Деньги виртуальные. Нет, реальные. Реальные деньги. Возможность поиграть в игру. Ты что, сумасшедший, что ли? Я тут его распинаю. Это очень известная игра за деньги виртуальные. Слушай, ты ненормальный человек. А теперь ждите в своей комнате решение невесты. А мы вас пока отсудим. А сюрприз. А теперь еще и сюрприз покажите. Это сюрприз был. Это был сюрприз. Оля, у тебя есть ребенок, я знаю, да? Я тоже пришел с коляской сегодня. Сейчас я ее... Понимаете, играть можно везде. Джой, это моя собака. Давай, иди сюда. Стой. Давай, ко мне. Аплодируйте. Собака очень любит аплодисменты. Смотри, он любит целоваться. Стой. Давай целоваться. Держи, мой маленький. Собачку подарит, да? Как ты думаешь? Нет. Думаю, не подарит. Давай сейчас я тебя научу одному маленькому трюку. Берешь сыр, выставляешь правую ногу вперед и говори змейка. Змея. Тихо. Тихо. Змейка. Давай. Давай, змейка. Иди, что еще делай? Давай, еще. Давай, сходи. Давай, давай, Джой, Джой. Ой, мамочка. Стой. Собака в одну сторону, Барни, Горька в другую сторону. Спасибо, ребят. Берите своего друга и проходите в свою комнату. Ну что, покорили? Конечно. Ну что, сестренки, как вам? Хочу сказать, что у этого молодого человека не отсутствует чувство юмора, то есть с ним будет всегда интересно. Ну просто единственное, я думаю, Оля с ним бы лучше задружила, чем бы вышла за него замуж. Просто бы на самом деле... А зачем с мужчиной дружить? Вот никак не... Вот вы даете совет? Зачем? А чем не дотягивает до кандидата в мужья? А мне кажется, он не готов к серьезным отношениям. Мочит тебя, друг. Да, я с мужем дружила. Ну, первое, конечно, Миша, ну когда в 23, вот я сейчас на своего сынуля-то смотрю, ну это еще можно как бы понять, там мама есть. Ну чтобы вот так вот разбазаривать, 5000 долларов нехорошо. А с другой стороны, неплохо. Свои же разбазаривают. Да, ведомо. Если правильно как бы играючи, так подхахатывая, ему дать направление, он же вообще готов это делать. Нет. Не будет. Для него собственное удовольствие, которое он нашел в игре, первичное. Ну да. Самое безобидное хобби на свете. Видите, у него желание, чтобы женщина его во всем поддерживала, чтобы она была зеркально, отражала его все эти желания. Вы не сможете, вы разные. Бонгеймеры непонятые. Человек с сильным Меркурием всегда в своих смешках, в своих улыбках, как в каком-то шлейфе. И мы здесь, конечно, его настоящего не увидели. Он довольно холодный в чувствах. Потому что очень сильная стихия Земли и Венера земная прежде всего. Довольно рассудочный. И он из тех мужчин, которые ждет, что его будут зажигать. Он будет сидеть, смотреть, как женщина старается. Мужчине 30 лет, он весь в мечтах, в фантазиях, он в какой-то иной реальности, он занимает себя, его мир абсолютно заполнен. Я не понимаю, не то что вы, а какая женщина любая может туда зайти и там обосноваться. Да нет, надо, получается, погуляйте с собачкой, и все нормально будет. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы смотри на продолжительность. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Ольге встретиться с третьим жеником. Проходите. Здравствуйте. С кем вы? Это мой друг с детства, одноклассник Павел. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Сергей, 32 года. Владелец транспортной компании. Мечтает о загородном доме. Гордится тем, что дважды спасал утопающих. Предупреждает, что курит кальян, но не переносит запах табачного дыма. Был готов простить жене измену, но случайно, подслушав ее разговор с сестрой, резко изменил свое решение. Надеется, что Ольга не страдает двулечием. Господи, а что там было сказано? Было сказано? Расскажите вкратце. Вам жена изменила, но вы готовы были простить. Она пришла к вам помириться с сестрой. Они приехали с сестрой, с мужем. Приехали, так своего рода сказать, устраивать мировую. Мы с ее мужем вышли покурить. Муж ее раньше вышел. А я еще остался в коридоре. Дверь хлопнула. И в этот момент сестра ее говорит, ну все, смотри, он уже как бы... Готов, сломался. Готов, он уже все, давай, давай. Ну и тут я услышал такую фразу, которую просто не воспринял. Был шепотом послан. Типа пошел он. Да. Меня послали. Я тут же вышел. Что-то бравада такая была, знаете, за счет. Нет, просто человек, знаете, она была... Мы сидели за столом, мы немножко выпивали, соответственно, то, что у трезвого на уме... Но она пришла в милицию и... То, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. И с этого растали, Саня. И это все изменило, и жизнь. А что из такого-то? Тогда зачем она пришла? Что за логика? Я сейчас офицер запаси, я был молодой перспективный человек, офицер, то есть у меня была куча амбиций. Мы жили раньше в периферии, в Краснодарском крае. То есть она была вынуждена на стадию права, Она не вынуждена была, просто как бы может быть на тот момент, кроме меня, у нее и как бы... Как-то не было, а с кем она изменила, а с кем вы... Нет, а вот давайте тогда вернемся к этой истории, когда вы попали в аварию. У нее был срок 7,5 месяцев. Мы просто ехали, и машина на ходу взорвалась. То есть это не авария, ничего не было. Просто машина взорвалась, я успел остановиться, мы выбежали из машины, у меня там свои травмы были, ее сразу забрали в скорую помощь, увезли. Искусственные роды были, то что в воду отошли. Ребенка не спасли. Не спасли. Да, ребенка не спасли. И опять же вы подслушали, вы услышали, что сестра сказала, что типа и слава Богу, потому что ребенок был не ваш. Это было намного позже. Мне была рассказана правда о том, что ребенок был не мой. Мне кажется, у всех такие сложные какие-то жизненные истории, у тебя такого нет. Это так прекрасно. У меня по истечению обстоятельств сестра жила гражданским браком, и ее как бы муж, он был напрямую к медицине, и как раз именно там, где делали ее аборт, ну мы как бы... Роды. Роды, да. Просто тот человек, который принимал роды, он сказал, что она блондинка, она славянская внешность, я тоже как бы славянской внешности. Ребенок был выражен, ярко выражен кавказской национальности. Ну, на самом деле, потом была очная ставка, со слезами, ну, как бы, ну, она призвалась в этом, то есть это... Ну, то есть выяснилось, Это выяснилось, все, на самом деле выяснилось. И с кем она изменила, ходила в баню, это был все тот же. Совершенно верно, совершенно верно, от этого она сначала... А если бы родился ребенок, и что, вы бы отказались, что ли? Ну, видите, Бог не дал. Они все разочарованы, для их чувства уже где-то там, в конце паровоза, для тебя, слава Богу, это на первом месте. Послушайте, когда вот такая муть в отношениях, лучше сразу все это дело прекращать, и хорошо, что у вас все это... Я поставил на этом большую точку, жирную точку, и... Сегодня не будете дуть на воду? Не будете подозревать всех женщин, что они одним миром мазаны? А зачем? Мы взрослые люди, зачем? Нужно доберять уметь. Ну, к ребенку, вот не своему, как вы вообще? А вы знаете, не та мать, которая родила. Ой, ладно. Хорошо. Ну, не ладно. Я могу поспорить, что не та... Да я только рада за вас, только рада за вас и за Оленьку, если сложится. У меня в другом пазл не сходится. Вы генеральный директор транспортной компании. Зарплата внушительная. А что это вы на съемной квартире? Зачем покупать квартиру, если мне государство ее дает? Не, не, ну правильно. А деньги где купите? А, ну... Деньги в банке. А солдат? Не спрашивай, что ты можешь сделать для государства. Спрашивай, что государство может сделать для тебя. Что можем предложить в качестве приданного? В качестве приданного? Да. Ну, я даже за это не переживаю. Мы переживаем, милая. Конечно, не переживайте. Я бы хотела тебе, Роза, сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Понятно, что ты сваха, ты адвокат невесты. Но, мне кажется, аппетит у твоей невесты должен быть поскромнее. Сегодня женщина с ребенком должна понимать, что это она должна зарабатывать, чтобы содержать и себя, и пока ребенка, который рядом с ней. Понимаешь, аппетит можно и померить. И если рядом мужчина, прекрасный, работающий, не алкоголик, который готов взять ответственность, то, в общем-то, денег он может не так много зарабатывать. Потому что не разбежались. Потому что такое количество девушек молодых без приплода... Ну, Сергей, я прошу к ней, амбитурбан. Твои слова, да Ольги вы в уши. Понимаешь? Ну, у меня работа такая. Кому любовь, а кому деньги. Правда, Ольгин? Ну, заметьте, суммы конкретные я не называла, я готова с вами поспорить по поводу заработков. Так, минуточку. Поспорить по поводу чего? Давайте поспорить. По поводу заработков. В том плане, то, что я сказала, чтобы не зарабатывал меньше меня. Я больше зарабатываю. Я прохожу у детка. Нормально. Я в начале программы спросила, 50 тысяч вам достаточно? Вы сказали, для вашего там... Достаточно. Достаточно. Но если москвич, то... Я не знаю ваших расценок. Дело даже не в расценках. Дело в том, что перебираясь в Москву, нужно планировать, рассчитывать на то, чтобы снимать квартиру. А что здесь делать в Москве? Одному 32 года, другую 25 с ребенком. Что здесь делать в Москве? Чтобы что? И живите уже у себя, если живете хорошо там. Я так думаю. Ну, так значит, 50 тысяч зарабатываем? Ну, конечно. Я могу ей эту зарплату просто так вот выписать, и чтобы она вообще... Успокоилась. Да, успокоилась, ни о чем не переживала. Ну что, будем стоять крест на твоей работе? Нет, об этом еще рано говорить. Посмотрим, поживем мы. А вы хотите, чтобы жена была домохозяйкой? У меня очень много свободного времени. У вас? Да. Я очень часто и очень люблю где-нибудь отдыхать, куда-то ездить, что-то смотреть. Вот я только хотела... А есть возможность? Да. А вы не хотите это время свободное, которое у вас много, пока молодой, потратить на работу, чтобы... В старости денег нужно больше, и жить хочется лучше. Абсолютно все построено, все работает, все хорошо. Мы хотим посмотреть на сюрприз. Проходите. Это чемодан. Это наше приданное то, что будет в отпуске с нами находиться. Его много, чемодан у нас маленький. Вот. Давай попробуем это все дело поместить туда. Обувь нам нужна обязательно, потому что мы с тобой... Полотенце обязательно. Полотенце обязательно. Вдруг я замерзну. Да, и поехал я, солнышко, в командировку. Да. Я думаю, мы это оставим, нам не пригодится. Да, я плавать умею. Сва. Я думаю, она справится. Молодец. Оттестировал вместо того, чтобы подарить сюрприз. Это подарок. Проходите в свою комнату, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Домохозяйка однозначно не про Олю. То есть его предложение будешь домохозяйкой как-то вот смущает. А вы что скажете? Я хочу сказать, что молодой человек очень приятный и вижу по его поступкам, что он ищет девушку, которая будет и чистым заранее. Молодым застегивать. Конечно, помощь это прежде для него очень многое значит. Вот змеюка. Вот змеюка, вот какая змеюка. А мне кажется, вообще, Сережа мутный, вот я тут что-то распиналась. Ладно, Михаил хоть виртуально за пять тысяч, хоть это греет там, пускай виртуально хоть потратился, а тут даже цветочка нет. Цветы всю жизнь будут. Сергей, я бы сказала, не мутный, он очень подозрительный. Мне кажется, и с женой там, и десятые доли не было того, что ему показалось. И не миллиончиком. И с рождением ребенка, и с этой... Я так думаю, что Сергей больше фантазирует в ситуации, чем по факту. Василиса. Он, правда, очень рассудочный сам по себе и повышенно тревожный, потому что смесь рака и девы в гороскопе. Но при этом очень любящий, если к своей супруге проникнется, будет по-настоящему нежным. Хотя при этом, кстати, достаточно вспыльчивый и не всегда умеет контролировать чувства. Здесь сидел мягким, пушистым, говорливым, обаятельным даже достаточно. Но я бы сказала, что это неплохой кандидат в мужья вообще. Да, лучший кандидат. Не, она мне вообще очень понравилась. Изабелла и Евгения, вы увидели троих женихов. Есть достойность среди них? Мне понравился и первый молодой человек, и Сергей. Александр и Сергей. Я думаю, ты выиграл. Она мне очень понравилась, на самом деле, да. Если она придет, то я, конечно, выйду. Вы что скажете? Мне понравился первый кандидат, потому что он более открытый, добрый, и мне бы хотелось, чтобы моя племянница попала в хорошие руки. Я тоже за Александра, за первого жениха. Я думаю, вы не прогадаете. А все комплименты в его адрес, я сказала, когда он здесь был. Я выйду, если Ольга зайдет в мою комнату. Мне понравилось. Роза. Вот жизнь штука такая. С одной стороны хитрая, а с другой стороны простая. Знаете, как говорится, если не сумеешь оценить то, что имеешь, никогда не оценишь, то получишь. Вот мне кажется, что Михаил. Миш, на тебя она понравилась? Вот ты с ней общался, подошел. Слушай, я вот не знаю, по телеку она лучше, чем в жизни. Вот прям покой не дает. подарок. Пять тысяч долларов. Василиса. Вам хорошо подходят мужчины с тихией земли. И тут я соглашусь с Розой, что и Михаил, и Александр по темпераменту те мужчины, с которыми вы могли бы ужиться. Поэтому я бы Михаила бы вот с точки зрения, скажем так, склада личности не сбрасывала бы со счетов. Но его мир, очевидно, заполнен. Поэтому, конечно, Александр. Я думаю, вы выбор сего сделали он правильный. Поэтому проходите. А мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4-ки. Диана, 20 лет, номер 2140. Студентка, любит смотреть концептуальное кино и ходить на балет. Мечтает запустить свою линию одежды. Познакомится с воспитанным голубоглазым брюнетом, который станет для нее верным спутником и интересным собеседником. Вячеслав, 32 года, номер 2141. Директор типографии. Любит наблюдать за спутниками и звездами, танцует хасл, мечтает научиться пилотировать самолет. Хочет познакомиться с темноволосой, заботливой девушкой, обладающей сильной энергетикой. Мы не знаем, быть только одна или со сбранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее решение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаете, если я приглашаю девушку куда-то, естественно, я подразумеваю. Ой, Никитос, вчера это мне было правда жизненно необходимое, иначе бы просто разорвалось. Это были отношения очень яркие, очень насыщенные. Влюбилась, но мы не были знакомы. Ну, может, она любовь искала. А дальше мы искала по любви. А может быть, она была голодная, денег не было. А я, вы знаете, в целом как-то боюсь насекомых, бабочек особенно неприятно. АПЛОДИСМЕНТЫ